Уитни Хьюстон – это певица, которую, не сомневаясь, можно назвать одной из величайших исполнительниц в истории мировой музыкальной индустрии. Суммарный тираж ее альбомов превысил 100 миллионов копий. По данным книги рекордов Гиннесса, общее количество ее наград и титулов является самым большим среди всех исполнителей нашей планеты. Многие из ее композиций уже давно получили культовый статус и были признаны одними из самых ярких музыкальных произведений в истории нашей планеты. Наверное, сегодня не найдется на свете такого человека, который хотя бы раз не слышал песен этой великой исполнительницы. Ее знают все. Уитни Хьюстон появилась на свет 9 августа 1963 года в американском городе Нью-Арк, штат Нью-Джерси. Она была младше из троих детей, а потому в раннем детстве девочка всегда была окружена любовью и заботой. Ее родители были представителями баптистской церкви, а потому с первых лет жизни церковное музыкальное искусство играло важную роль в судьбе молодой певицы. Девочка солировала в госпел-холе, училась пению местных мастеров. Кроме того, огромное значение в судьбе Уитни сыграло то обстоятельство, что ее мама Си-Си, а также двоюродная сестра Дайон Уорвик, были самыми настоящими звездами в негритянских районах Нью-Арка. Чернокожие слушатели буквально носили их на руках, а потому с самого детства Уитни Хьюстон четко представляла себе, что является собой жизнь эстрадной звезды и таинственный мир за кулисье. В юности она начала часто путешествовать вместе с мамой, а также периодически выступать на ее концертах. Некоторое время спустя молодая певица стала также работать бэк-вокалисткой у известной артистки Чаки Хан. Двигаясь от ступеньки к ступеньке, Уитни планомерно прокладывала себе путь в мир американского шоу-бизнеса. Она выступала в барах и клубах, а потому уже к началу 80-х годов имела на руках два выгодных контракта со звукозаписывающими компаниями. Однако, настоящий успех к Уитни пришел только в 1983 году. В этот период девушка подписала контракт с лейблом Arista Records и начала работу над своим сольным альбомом. Первая пластинка исполнительницы, получившая лаконичное название Уитни Хьюстон, увидела свет в 1985 году. Альбом стал довольно успешен. Синглы певицы звучали на всех радиостанциях страны, а потому уже два года спустя на прилавках музыкальных магазинов Северной Америки появилась вторая пластинка исполнительницы – Уитни. С этого момента ее карьера начала плавно набирать обороты. Престижные награды появлялись в личной коллекции исполнительницы одна за одной. География концертных туров постоянно росла и расширялась. Ярким достижением в карьере певицы стало также выступление перед финальным матчем FNL – Лига по американскому футболу. Данный эпизод красочно показывает тот уровень популярности, который в рассматриваемый период был у певицы. В 1990 году Уитни выпустила свой третий по счету альбом, а два года спустя дебютировала в кино, сыграв главную роль в легендарном фильме «Телохранитель». Картина получила международный успех, а потому уже в 1992 году творчество исполнительницы вышло на принципиально новую высоту. В качестве мировой суперзвезды Уитни Хьюстон объездила полмира. Ее композиция «I will always love you» стала суперхитом, а много лет спустя даже была признана одной из самых ярких песен в истории человечества. Впоследствии, уже в качестве состоявшейся суперзвезды, певица записала еще четыре альбома, последний из которых вышел в 2009 году. Практически вся ее музыкальная жизнь протекала на какой-то заоблачной высоте, и уже в середине 90-х годов Уитни Хьюстон сумела стать одной из самых коммерчески успешных певиц в истории музыкальной индустрии. Успех сопутствовал и другим проектам певицы. Она снялась в пяти популярных фильмах, а также сыграла в нескольких телесериалах. Кроме того, в мире кино Уитни работала также в качестве продюсера. Именно поэтому многие говорили о том, что великая певица великолепна во всех творческих ипостасях. Личная жизнь. Лишь только в личной жизни певицы все было не так радужно. В разные годы она имела любовные отношения с футболистом Рэндаллом Каннингемом, известным актером Эдди Мерфи, а также своей давней подругой Робин Кроуфорд, которая работала у нее ассистенткой. Факт наличия любовной и сексуальной связи с девушкой певица неоднократно отрицала. Однако папарацци неоднократно доказывали обратное множеством скандальных фотографий. В 1989 году Хьюстон начала встречаться с певцом Бобби Брауном, и этот роман фактически стал для нее началом конца. В 1992 году пара объявила о своем супружестве, а уже некоторое время спустя в прессе начали появляться слухи о проблемах певицы с алкоголем и наркотиками. Причиной обсуждений часто становились также ее неестественная худоба и наличие побоев на теле артистки. В этот период она часто оказывалась в больницах и тюрьмах. Некоторое время спустя стало известно, что у Уитни и Хьюстон одним за другим случилось два выкидыша. Несмотря на наличие очевидных проблем в семейной жизни, в 1993 году певице все-таки удалось наконец родить ребенка. Ее дочь Кристина появилась на свет в начале марта, однако идиллия в семейных отношениях у Уитни и Бобби длилась недолго. Проблемы певицы с алкоголем и наркотиками никуда не ушли. Более того, аналогичные сложности были также и у ее супруга. Отношения в паре в тот период развивались скачкообразно. Периоды затишья сменялись громкими судебными тяжбами, резонансными скандалами, взаимными обвинениями в изменах. Уже давно назревавший развод с Бобби Брауном певица узаконила только в 2007 году. После этого певица прошла успешный курс лечения от наркотической зависимости, но решительные шаги, как оказалось, были сделаны уже слишком поздно. Пять лет спустя певица скончалась в ванной комнате одного из лос-анджелесских отелей из-за резкой остановки сердца. После проведения анализов в крови певицы был вновь обнаружен кокаин.